5 декабря, четверг, Мадина Алмолдина в студии телеканала «Атамикен Бизнес» и о главных событиях к этому часу. Все точки над «И» Ермухамед Иртезбаев прокомментирует заявление Токаева по Крыму через несколько секунд в студии «Атамикен Бизнес». Туманные перспективы вслед за столичным ЛРТ в непонятной ситуации оказался и алматинский БРТ. Общественные слушания по его строительству перенесли на неопределенный срок. В ожидании большой воды уровень воды на Сырдарье близится к опасной отметке. И начнем выпуск с новости, которая вызвала международный резонанс. По крайней мере, ее сейчас активно комментируют эксперты и дипломаты на площадках украинских и российских СМИ. Речь идет об оценке ситуации вокруг Крыма, которую президент Казахстана Касымжумар Токаев дал в своем интервью телеканалу Deutsche Welle журналисту Жанне Немцовой. Сейчас фрагмент. Если честно, правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, я имею в виду аннексии Крыма и войны на востоке страны? Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, поэтому каких-либо опасений в отношении того, что могут быть якобы предприняты какие-то подобные меры, о чем нам постоянно напоминали некоторые так называемые партнеры, не было. То есть, абсолютное спокойствие, позиция наблюдателя и, конечно же, обеспокоенность. Поэтому хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе на султана Абишевича Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. Здесь большую роль, естественно, сыграли президент Путин и канцлер Меркель. И на сегодняшний день Минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта. Ну и, судя по контексту публикации, которые я просмотрела, слова президента Казахстана были интерпретированы по-разному нашими коллегами. Ну и сейчас в студии Атамикен Бизнес экс-советник первого президента Казахстана Ирмухамед Иртызбаев. Добрый день. Здравствуйте. Ирмухамед Кобеденович, ну наверняка вы смотрели интервью полностью, читали всевозможные реакции. Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки может это привести к обострению отношений между Украиной и Казахстаном? Абсолютно никакого обострения не будет. Тукаев, как глава государства, является одним из самых опытных и грамотных дипломатов в мире. Он знает, что говорить и как говорить. Аннексия – это всегда насильственная захват чужой территории, либо попытка полного присоединения одного государства к другому. А поскольку это насильственный захват, то он предполагает ответную реакцию. Сопротивление – это война, либо партизанское движение, либо акты гражданского неповиновения, такие массовые акции уже после захвата этой территории. Получается, с аннексией это не была оговорка? Абсолютно не было никакой оговорки, потому что, еще раз послушайте, не было той аннексии в классическом его представлении, вот как Саддам Хусейн пытался захватить Кувет и в конечном итоге к чему это привело? К тому, что самого Хусейна повесили и, правда, эхо, так сказать, того захвата, она до сих пор уже более четверти века отражается. Но откуда такая острая реакция Украины? Острая реакция Украины заключается в том, что это государство постоянно акцентирует внимание именно на этом определении, что была аннексия. И ряд западных стран, прежде всего Соединенные Штаты и Западная Европа поддержали, поэтому они и объявили санкции по отношению к Российской Федерации. Я еще раз хочу сказать, что если бы была аннексия в классическом ее понимании, то, вне всякого сомнения, и другие страны бы тоже активную такую позицию заняли по отношению к Российской Федерации. Но вы знаете, в мире сейчас всего семь стран, которые признали присоединение Крыма к Российской Федерации. Казахстан никогда не входил в этот список и вряд ли войдет, потому что позиция Казахстана и при Назарбаеве, и при Токаеве неизменна. Границы при распаде Советского Союза, при разводе, скажем так, с 1991 года остаются неизменными. Никогда Казахстан официально не заявлял свою позицию по отношению к Крыму. И ни одна постсоветская страна, кстати. Поэтому я, честно говоря, не понимаю такой болезненной реакции Украины. Кстати, я приведу пример. Все опознаются в сравнении же. Александр Лукашенко, президент Белоруссии, года три назад очень жестко высказался, и даже, я бы сказал, уничижительно. Он сказал украинцам, если это ваша территория, как вы им заявляете, почему вы не воюете, не ведете войну, не отстаиваете свою территорию? Это же достаточно обидно было, правда? Но он не поменялся президент, соответственно, поменялась политическая линия. Я вам хочу сказать, что Украина никаких демаршей не делала по отношению к белорусскому президенту, потому что это соседнее государство. И у Лукашенко, сами знаете, какой характер, но не будем ударяться в подробности. Я еще раз подчеркиваю, что Лукашенко абсолютно не сказал ничего такого обидного. Он поддерживает очень дружеские отношения не только с Россией, с Украиной, со всеми постсоветскими государствами. Я думаю, Министерство иностранных дел, они в рабочий процесс вступят и снимут эту проблему. Реакция уже случилась. Вы, как человек, который в политике уже очень давно, вы 12 лет были советником первого президента и комментировали самые сложные случаи. Но вот как вы думаете, какой выход из ситуации сегодняшней есть? Если вы говорите о Крыме вообще глобально, я лично свою точку зрения выскажу. Как вы говорите о Казахстане со скандалом теперь претензий к Украине, к Казахстану? Значит, я вам так скажу. Вот в феврале 2018 года, когда Назарбаев в ходе визита в Соединенные Штаты Америки просто высказал мысль. Его миротворческая вот эта натура, она постоянно проявлялась во внешней политике. Он говорит, может быть, перенести Минский договорный процесс в Астану, предложил, так сказать, столицу в качестве площадки для переговоров. И тогда Лукашенко очень болезненно отреагировал, крайне болезненно, очень жестко и даже до неприличия жестко, не называя имени Назарбаева. То есть, знаете, вот такие эксцессы, они часто встречаются между странами, между главными государствами. Не надо делать из этого большую проблему. Всегда можно договориться, прояснить, так сказать, свою ситуацию. Самое главное, что есть официальная позиция Казахстана по отношению к Крыму, но в то же время есть резолюция 24 марта 2014 года, резолюция Организации Объединенных Наций, которая тогда осудила действия Российской Федерации. Есть позиция президента Путина, который сказал, все, этот вопрос закрыт раз и навсегда. Поэтому позиция Казахстана и Ельбасы, и президента Тукаева в том, чтобы участвовать в процессе примирения Украины и России. Ну, что мы в принципе и делаем. Недавно, да, вы же знаете, Настана Бешича в очередной раз предложил встретиться президенту Зеленскому, президенту Путину в Казахстане. И я, знаете, я так вижу вот свое видение, решение этой проблемы. Вот, скажем, Крым эту проблему на лет 25-50 надо просто заморозить, как будто ее нет, этой проблемы. В обмен на то, чтобы из Донецка и Луганска все сепаратисты ушли через всеобщую амнистию. Ну, как-то надо начать этот процесс. Иначе вот эти эксцессы, они будут случаться сплошь и рядом. Ирмховед Кабининович, хотелось бы узнать ваше мнение о вчерашнем интервью вообще в целом. Вы знаете, я заметил такую закономерность западным средством массовой информации. В принципе, президент Укаев всегда дает более смелые, раскованные, такие интересные интервью, чем отечественным средством массовой информации. Не будем углубляться по какой причине. Но мне это интервью очень понравилось. Но вот у меня лично, для меня, как для журналиста, очень задел вопрос о культе личности. Как вы прокомментируете? Да, Жанна Немцова задала вопрос, существует ли культ личности. И вообще, когда произносят это словосочетание, культ личности, мне все время хочется сказать, не поминайте в суе, потому что культ личности Сталина, да, это было такое страшное явление, связанное и с массовыми репрессиями, и с массовыми нарушениями законности. В 30-е годы мы, казахи, пострадали просто невероятным образом в ходе сталинской индустриализации и коллективизации, когда половина народа погибла. Поэтому не надо лишний раз упоминать культ личности. Он был в Советском Союзе в 30-е и 40-е, в начале 50-х годов. Был при Мао Цзэдуне в Китае, в Северной Корее. Но говорить о культе личности в Казахстане в 21 веке, в эпоху интернета, социальных сетей, и более того, культ, он строится на всеобщем страхе, вы понимаете? Я бы хотела, знаете, добавить, что когда зарубежные журналисты приезжают на интервью к первому лицу государства, они должны изучать не только политическую, экономическую, социальную обстановку, но они должны учитывать и менталитет народа, к которому они едут. И не надо сравнивать это с европейским. У нас один менталитет, у них другой. Вы прекрасно ответили на свой вопрос. Поэтому я могу еще раз, чтобы завершить, сказать, я не вижу никакого культа личности. Есть уважение, есть признание заслуг первого президента. Я искренне выражаю свое мнение, считаю Назарбаева политика с мировым именем, который создал современный Казахстан. И в то же время я, если надо, в прямом эфире могу подвергнуть критическому анализу, критически подойти к Назарбаеву. Понимаете? Вот я, например, советником был 12 лет, и когда в 2006 году стал министром культуры и информации, а президент в декабре 2005 года был избран на 7 лет. И я искренне считал, и так смутно, знаете, предполагал на уровне интуиции, что это будет последний президентский срок до декабря 2012 года, и, значит, после которого он начнет процесс передачи власти преемнику. И я, как экс-советник, очень жалею, что самый главный свой совет я не дал. Почему? Я отвечу, потому что вот та модель управления, которая сейчас за последние 7 месяцев сложилась, она мне лично по душе. Вот когда пришел второй президент, Касым Жамар Токаев, и находится человек, политик с мировым именем, который своим опытом, своим авторитетом, своим именем помогает ему, значит, в управлении государством, берет на себя часть стратегических вопросов, возглавляет политическую партию Нур-Атан, возглавляет консультативно-совещательный орган Совет Безопасности. Я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Хотелось бы узнать ваше отношение по переименованию столицы. Действительно ли Назарбаева не спрашивали, когда это делали? Ну, это я не знаю, спрашивали его или нет. Я думаю, Нур-Султанов еще был в курсе, он свое мнение неоднократно высказывал. Вы помните, например, депутат Куаныш Султанов предлагал переименовать город Астану в Назарбаев, это было в 2015 году, тогда Назарбаев категорически против выступил. Я выскажу только свое мнение. Нур-Султан, столица нашей страны, это детище Назарбаева. Абсолютно согласен. В декабре 1997 года я приехал сюда советником, но никто, даже тогда никто не верил, не говоря о 1994 году. Это классический пример, когда один человек пошел против всех и свою идею, и свой проект осуществил. Это его детище, это его проект, это его город, он главный архитектор этого города, это его замысел был. Он изменил геополитическую ситуацию, и с точки зрения национального состава населения, стратегически изменил просто нашу страну, это важнейшая составная часть Мангалюкьель, вечной страны. Потому что теперь вот этот российско-китайский направление, между которыми была в прямом и переносном смысле тысячелетиями Великая Китайская Стена, она будет осуществляться только через Казахстан. Казахстан начал играть очень большую роль в мировой политике. Скажем, один пояс, один путь просто невозможен теперь без Казахстана. А это гигантский проект от Тихого океана до Атлантики, в который триллионы долларов будут затрачены на инфраструктуру. Вчера, кстати, президент об этом говорил, он, Жанин Митцорий. И с этой точки зрения, значит, перенос столицы и переименование я полностью поддерживаю. Нурстан Абишевич Назарбаев, который создал современный Казахстан, построил эту столицу, он заслужил это. Затрагивая еще тему интервью, хотелось бы вспомнить вопрос про схему передачи власти в Казахстане. Токаев называл это политической инновацией. В чем она, по-вашему, заключается? Ну, смотрите, инновация это новшество, да, которое внедрено или внедряется. И инновация это по отношению к Казахстану. Я еще 20 лет назад, если взять архив, допустим, zonakiz.net давал интервью, по-моему, в апреле 2000 года. Я тогда впервые сказал о том, что второго Назарбаева не будет. Я имел в виду, что после Назарбаева будет совершенно новая модель управления, в которой второй президент не будет обладать таким объемом власти, которым обладал Назарбаев. Ему нужна была такая власть, чтобы осуществить такие глубокие, эффективные рыночные реформы, чтобы построить сильный Казахстан, который будет признан всем мировым сообществом. И он достиг этой цели. Инновация, она по отношению к Казахстану закономерна, но, видимо, и Назарбаев, и Токаев, они изучали очень внимательно международный опыт. Есть сингапурский опыт, где Кли Куан Ю, он 35 лет Сингапур возглавлял. И когда он ушел, он был министром-ментором, то есть своими советами, рекомендациями, своим авторитетом он влиял на дальнейшее управление Сингапуром. Или китайский опыт. Когда Ху Цзинь Тао ушел и передал Си Цзинь Пинью, Ху Цзинь Тао оставался кем? Председателем военного совета и генсеком коммунистической партии Китая. Ну, подобные президенты в мире уже существовали. Да, существовали. То есть мы, видимо, внимательно изучали опыт других стран. И потом, вот давайте, вот я сейчас хочу обратиться к многочисленным блогерам, у нас же есть оппозиционные блогеры, есть, которые категорически не воспринимают то, что происходит в Казахстане. Я хочу к ним обратиться и сказать, хватит уже лицемерий. Ну, неужели непонятно, что нельзя игнорировать и не замечать отца-основателя нашей страны, как его Касанжамар Токаев назвал во вчерашнем интервью. Если коротко, вот завершая ответ на ваш вопрос, я так скажу. Сейчас в Казахстане есть авторитет власти в лице Токаева. И он в интервью Deutsche Welle подчеркнул, что он президент, глава государства, главнокомандующий страны. То есть по конституции он обладает всем объемом, значит, предназначенной ему власти. То есть он является главным носителем власти юридически. Также у Назарбаева власть авторитета, авторитета его личности. Это масштабная личность, не всякого сомнения. Но Токаев, кстати, сказал, что Ельбасы сейчас сконцентрированы на стратегических задачах. Вот что это за задача? Ну, во-первых, Казахстан 2050. Это большой труд Назарбаева. Это тоже его интеллектуальное и стратегическое детище, которое он не оставляет без внимания. Пять институциональных реформ или сто шагов. По-прежнему он курирует и внимательно следит за исполнением этой программы. Что касается, допустим, послания Токаева, то сейчас правительство осуществляет в жизни его установки. Его, значит, социальная политика, его предложения по пенсионной и налоговой реформам, слышащее государство. То есть все инициативы Токаева, они поддерживаются народом. Вы знаете, что Институт евразийской интеграции провели широкий социологический опрос и убедились в том, что 75% казахстанцев всемирно поддерживают второго президента. И с этой точки зрения недавнее обращение Назарбаева, чтобы все сплотились вокруг второго президента, оно вот в этом ряду тоже находится. Ир Мухаммед Кобеденович, мне сегодня безумно приятно с вами общаться, что вы у нас сегодня в студии. Вы долгое время были человеком непубличным. Многие журналисты даже соскучились по вашим хлестким и значимым комментариям. Хотелось бы спросить, вы собираетесь вернуться в большую политику? Я уже в ней, вот встретившись с вами, я же говорю, на политические темы. Ну, это ваше такое большое первое интервью. Я никогда не уйду из политики. Другое дело, в каком качестве. Мне сейчас нравится выступать в газетах, встречаться с молодежью, контактировать с журналистами. Но мне не хотелось бы занимать какую-то должность в исполнительно-распорядительных органах власти или быть там в составе парламента. Я не хочу в 8 утра вставать и до 8 вечера находиться на работе. Имею право. Мне уже 63 года. Ну, это не так-то уж и много. Не кокетничайте. Хотелось бы спросить вас, не могу точнее не спросить, про информационный спарринг с Аблязовым. Совпали ли ваши ожидания с реальностью? Вы знаете, я очень сильно переоценил Мухтара Аблязова. Я находился 7 лет за границей и последние 2,5 года, вот с весны 2017 года, с опаской и настороженно следил за его выступлениями. И мне показалось, что он представляет очень большую опасность для Казахстана, ООН и его организации, ДВК. Поэтому я прервал свою дипломатическую работу и, видимо, зря, потому что, еще раз подчеркиваю, я очень сильно переоценил. Я не считаю его политиком. Это обыкновенный блогер, временами очень неадекватный, который ежевечерне дает многочисленные свои комментарии. И, как правильно заметил беглый генерал Мусаев из Вены, он очень точно и правильно подметил, что Аблязов преследует две основные цели. Первое, чтобы экстрадиция, как таковая, полностью отпала, чтобы его покровители и хозяева во Франции, или где они сидят, не знаю, окончательно эту проблему решили. И, конечно, разморозить часть своих активов, которые арестованы на Западе. Я думаю, что Аблязов никогда уже не приедет в Казахстан, даже если миллион народа выйдет, как он призывает, на улицы. Потому что он имеет очень много врагов и противников в Казахстане. Он очень много грязного, непотребного наговорил в адрес не только президента и его семьи, а в адрес очень многих людей в Казахстане, которые играют не последнюю роль в этой стране. Есть еще желание провести подобный разговор с ним? Если он захочет, ради бога. Ну что ж, поживем и увидим. Вы знаете, я когда Дуванову звонил, я сейчас скажу, 5 сентября этого года. Сначала же Аблязов отказался вообще. Я Дуванов может подтвердить. Я ему говорю, слушайте, если надо, я могу вылететь в Париж и в студии провести. Это лучше всего было. Понимаете, без модератора, вот как мы с вами сидим, вот он бы сидел и я, мы бы могли час, даже два часа поговорить. А уже телезрители сделали бы свои выводы. Потому что, понимаете, дебаты как таковые, а это анахронизм, когда люди находятся на диаметрально противоположных точках зрения. Но пообщаться, я с удовольствием пообщался бы. Ну, думаю, что все вас сейчас услышали. Спасибо большое за интервью. Думаю, что скоро у нас появится еще один повод поговорить с вами. Спасибо, что пришли на площадку Атамикен Бизнес. Ну, а я скажу, что у нас есть информация, что сегодня, во второй половине дня, должна состояться встреча посла Украины в Республике Казахстан с МИДом нашим казахстанским. Это сказал вице-министр иностранных дел Шахрат Нурышев. Мы следим за ситуацией. Но если будет пресс-брифинг для СМИ, мы обязательно покажем его в итоговом выпуске. Ну и к другим темам. Уровень воды на Казалардинском участке Сырдарии близится к опасной отметке и ожидается дальнейшее повышение. Это спровоцировано ледовыми явлениями, сообщили в Казгидромете. Сейчас уровень составляет 638 сантиметров. Синоптики отметили, что опасная отметка равна 665 сантиметрам. Ну, а критическая точка считается уже 770 сантиметров. Водителя сбившего пешеходов на угнанном такси в столице арестовали на два месяца. Напомним, 3 декабря пьяный житель столицы угнал машину у таксистов и сбил на ней двух пешеходов. 48-летняя женщина скончалась на месте ДТП. 14-летний подросток с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу. Ранее начальник департамента полиции города Ержан Саденов сообщил, что 23-летний парень, находившийся за рулем, был дважды судим. Между тем, в Кыргызстане начнут принимать меры против водителей из Казахстана и России, нарушивших правила дорожного движения. Об этом сообщили в МВД соседней страны. Сейчас правительство Кыргызстана ведет соответствующие переговоры с коллегами из Нур-Султана и Москвы. В систему единого учета внешней миграции пограничной службы планируется вносить данные автомобиля и водителя из Казахстана или России, который въезжает в республику. И если он нарушит правила, штраф будет приходить по адресу, по которому он прописан, или проживает в Кыргызстане. Водитель не сможет покинуть страну или продать машину, пока не уплатит штраф. Ну а тем временем до 70 тенге предлагают увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Туркестана с 1 января 2020 года. Сейчас она составляет 50 тенге. Дети до 7 лет будут ездить бесплатно. Однако взрослый может провести лишь одного ребенка без предоставления места для него. Дети от 7 до 15 лет будут платить 50% стоимости билета в 35 тенге. Проект постановления вынесли на публичное обсуждение на портале открытой НПА. В пояснительной записке отдела пассажирского транспорта и автодорог Акимата говорится, что основанием для повышения тарифа стало состояние общественного транспорта города, который эксплуатируется более 15 лет. Кроме того, в связи с принятием статуса областного центра Туркестаном резко увеличился пассажиропоток, что приводит к перегрузке пассажирами на микроавтобусах, говорится в документе. Ну а в Петропавловске в 2020 году планируют закупить новые автобусы. Сегодня в сфере пассажирских перевозок в Северо-Казахстанской области немало проблем. Холодные, тесные, так называемые китайские зайчики не раз становились темой скандала между горожанами и перевозчиками. Недовольны и сами водители. Такой транспорт очень часто ломается, особенно в зимнее время. Прошлой зимой было зафиксировано несколько фактов его самовозгорания. Сегодня пассажирские перевозки осуществляют 350 единиц общественного транспорта. Большая часть находится не в самом приглядном состоянии. Местные власти обещают уже в следующем году закупить 10 новых комфортабельных автобусов, ну а также внедрить электронное билетирование. Ведь по результатам проверок перевозчики занижают пассажиропоток в три раза, отчитываясь о том, что в день обслуживают до 2000 человек, когда на самом деле эта цифра достигает 6-7 тысяч. Запланированные на 13 декабря общественные слушания по строительству БРТ в Алматы не состоятся. Их перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в управлении городской мобильности. По информации ведомства, слушания откладываются из-за того, что раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» отправили на доработку и не готовы презентовать его 13 декабря. Ожидается, что на дискуссии расскажут о продолжении первого коридора БРТ, который пройдет от улицы Тимирязева по Жильтоксан, Толиби до Кульджинского тракта. Принять участие в слушаниях может любой желающий. Ну и смотрите далее в программе. Бизнес дрогнул. 4 тысячи субъектов предпринимательства проходят процедуру банкротства в республике. Покупать или продавать прогнозы по курсу тенге после Нового года дали экономисты детали через несколько минут. Смена юрисдикции. Почти 12 тысяч гектаров территории под Байконуром выведут из аренды России. Тепло и сухо. Туалеты за 23 миллиона тенге установят на трассах Казахстана. Порядка 4 тысяч субъектов бизнеса проходят процедуру банкротства. Еще 400 находятся в стадии реабилитации. Об этом сообщил министр финансов Алихан Смаилов. По его словам, фактически компаний, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше. Сегодня в Сенате парламента одобрили законопроект по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства. Более подробнее о теме расскажет моя коллега Улпан Бегалина. Сейчас она находится на прямой связи со студией издания Сената. Улпан. Добрый день, Мадина. Как рассказал министр финансов Алихан Смаилов, законопроект направлен на совершенствование процедуры реабилитации и банкротства. Как вы уже отметили, на сегодня в стране на стадии банкротства находятся 4 тысячи субъектов бизнеса. Однако, по словам Смаилова, на самом деле, по факту, таких предприятий гораздо больше. Дело в том, что действующий закон, он не позволяет закрывать предприятия, не позволяет быстро закрыть неудачный бизнес. И в каждом четвертом случае суд выносит отказ признаний банкротом. Интересно, что также сегодня в стране числятся предприятия, которые намеренно идут к разорению. Сегодня их насчитывается порядка 350. В целом, за доведение до банкротства законопроектом предусматриваются соответствующие санкции. Предлагаю послушать фрагмент его интервью. Наказания предусмотрены в законодательстве в уголовном кодексе, в кодексе об административных правонарушениях. Настоящим законопроектом предусматривается уточнение оснований, по которым будут приведены к ответственности собственники либо должностные лица должников. А именно в случае, если собственник или должностное лицо своими активными действиями привели юридическое лицо к банкротству, и это доказано судом, тогда такие лица будут привлекаться к уголовной или административной ответственности по решению суда. Вместе с тем, Алихан Смаилов пояснил, что законопроектом предусматривается и упрощение проведения процедуры реабилитации и банкротства. Также сокращаются сроки его проведения. Упрощается ликвидация длительного бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства. И на этом у меня пока вся информация к данному часу. Подробности ждите в вечернем выпуске новостей. Мадина, передаю слово вам. Спасибо, Улпан. После Нового года доллар может подорожать до 400 тенге. Такой неутешительный прогноз сделал экономист Арман Байганов. По его мнению, этому будет способствовать отрицательная сальда во внешнеторговых отношениях с Россией. Однако с этим мнением согласны далеко не все эксперты. Тимур Ермашев сейчас находится на связи со студией и готов рассказать о том, какие еще прогнозы делают экономисты. Тимур. Да, добрый день, Мадина. Чем ближе приближение Нового года, тем активнее в обществе циркулируют слухи о том, что тенге после Нового года может ослабеть. И, в общем-то, не всегда вот эти разговоры, они не имеют под собой какого-то обоснования. Вот, к примеру, год назад, ровно в начале декабря прошлого года, курс доллара, курс тенге к доллару составлял, то есть один доллар стоил 369 тенге. И уже 1 января он подскочил до 384 тенге. Как будет в этом году, есть различные мнения от экономистов. И сейчас рядом со мной находится экономист Мируэрд Махмудова. Мируэрд Моханна, добрый день. Скажите, пожалуйста, хотелось бы узнать ваше мнение, что все-таки произойдет с американской валютой, вернее, с нашей валютой, будет ли она слабеть после Нового года? Есть ли какие-то внешние факторы, которые могут свидетельствовать об этом? Ну, вот я хотела бы начать с того, что в данный момент тенге несколько укрепляется и по отношению к доллару, и по отношению к евро. И, на мой взгляд, это связано с тенденциями некоторого укрепления российского рубля. Что Центральный банк Российской Федерации объясняет, например, притоком капитала в Россию в данный момент. Поэтому говорить о том, что будет в следующем году, достаточно сложно, потому что на наш обменный курс влияет ряд факторов. Они достаточно известны. Это и котировки нефти на международных рынках капитала, и политический фактор, который влияет на котировки нефти, и обменные курсы соседних стран, основных торговых партнеров – это и Россия, и Китай. Но, в целом, если посмотреть по нашим макропоказателям сейчас, в данный момент до конца года, тут уже осталось практически меньше месяца, ничего такого кардинального влияния я не вижу. Оно примерно будет колебаться в этих же пределах, как до сегодняшнего дня происходило. Я вижу, что ряд экономистов предлагает зафиксировать его, но являюсь противником фиксации курса, потому что это слишком нам дорого и ценой обходится. Напомню, наш национальный банк, когда Келембетов возглавлял, придерживался фиксированного курса целых 9 месяцев. Когда российская валюта обесценилась в два раза, была признана самой слабой валютой мира, а Тенге удерживался практически от декабря по ноябрь следующего года, это между 2014 и 2015 годом. И это сказалось и на значительном притоке российского бизнеса, товаров, услуг в Казахстан. В результате наш бизнес потерял конкурентоспособность не только на рынке Евразийского союза, но на внутреннем рынке. Поэтому получается, что это оказывается результат губительным для малого и среднего бизнеса. Поэтому я думаю, что Тенге будет также в 2020 году подвержен тем же факторам, обменному курсу российского рубля, обменному курсу юаня. Курс юаня зависит от состояния торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. И точно так же нефтяные котировки, они достаточно непредсказуемы, потому что есть страны ОПЕК, есть страны вне ОПЕК. И поэтому влияние на курс нефтяных котировок сейчас все больше оказывает и Соединенные Штаты, которые из импортера превратились сами в экспортера нефти. А сланцевая нефть имеет несколько более гибкую технологию добычи, и это влияет на котировки нефти, они могут достаточно быстро реагировать, увеличивать или снижать добычу в зависимости от роста или падения цен на нефть. А вот по поводу цен на нефть, ожидаемая пролонгация соглашения по ОПЕК+, как вы думаете, насколько она отразится на цене на черное золото? Ну, видите, на данный момент Казахстан в ОПЕК+, и когда страны принимают ограничения, ну, в целом, ограничения подобычи, они его стараются не придерживаться. И точно так же Казахстан имеет свои собственные интересы, например, проект расширения на Тенгизе, там цена предполагалась, что повысит от 37 до 45 миллиардов долларов. И комментировала точно так же для ваших коллег, что такие значительные инвестиции в нефтедобычу, они могут, проекты не завтра заканчиваются, пока проект будет завершен, я боюсь, что и нефтяные котировки могут упасть, и он может и не оправдать себя. Поэтому здесь очень много таких вот факторов, которые оказывают влияние на объемы добычи и на ценовые факторы. Спасибо большое, Мируэрт Матхановна. Я напомню, это был экономист Мируэрт Махмудова. Мы продолжим изучать эту ситуацию, будем изучать, что будет происходить с нашей национальной валютой после Нового года. И обо всем этом вы узнаете в наших следующих вечерних выпусках новостей. И пока что это вся информация, которую мы можем поделиться с вами к этой минуте. Коллеги, вам слово. Спасибо, Тимур. Будем ждать. Ну, а четыре земельных участка общей площадью около 12 тысяч гектаров под Байконуром выведут из аренды России. Для этого планируется ратифицировать протокол о изменении в договоре аренды комплекса Байконур между правительствами двух стран. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. По его словам, два участка выводятся из аренды России для расширения поселка Торетан в Карамшинском районе. И еще два надела для строительства автотрассы Западная Европа-Западный Китай, железной дороги Алматы-Москва и линейной части газопровода Бенеушимкент. Курманов отметил, что вывод этих территорий не приводит к сокращению размера ежегодной арендной платы со стороны России. Туалеты за 23 миллиона тенге установят на трассах Казахстана вдоль дороги от Нурсултана до Щученко. Установлено уже 26 таких пунктов. Главная особенность новых санузлов в том, что они крытые и теплые. Однако бюджету такая инновация может обойтись до полутора миллионов тенге в месяц. Наша съемочная группа находится на обзорной экскурсии. Динара Конжигалинова находится сейчас там и готова рассказать о нюансах всех придорожного сервиса. И сейчас режиссеры мне говорят, что связи пока нет. Мы попробуем соединиться чуть позже, а мы продолжим. Минобразование передаст Минсельхозу функции по формированию грантов для сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Соответствующие поправки уже внесены в законодательство. Их подписал президент. Нормы должны вступить в силу 6 января следующего года. Минсельхозе считают, что новшество позволит точечно формировать госзаказ, определять объем их финансирования, проводить справедливый отбор вузов, но и в целом правильно концентрировать гранты по специальностям, а не распылять их. Справки 086 будут выдавать в онлайн-режиме. Его человек будет получать на портале ИГОФ на основании медосмотра. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Оскаржу Моголеев на своей странице в Facebook. По его словам, эта услуга является одной из самых востребованных и часто запрашиваемых. Пользователь сможет скачать справку со своего личного кабинета или с приложения ИГОФ Мобайл в течение года после медосмотра. Напомним, в феврале этого года глава агентства по противодействию коррупции Алик Шпикбаев предложил отказаться от справок 083 и 086. Он отметил, что у работодателя должна быть возможность посмотреть эти документы в электронном виде. 300 тысяч трудовых патентов для иностранцев выдано в Казахстане за 10 месяцев текущего года. При этом на сегодняшний день в нашей стране трудятся уже 22 тысячи. И это только по официальной статистике, которую озвучили сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной миграционным процессам. На мероприятии работает и наша съемочная группа. Моя коллега Фариза Булатбек готова поделиться интересной статистикой. Фариза. Спасибо, Мадина. Начну с весомых цифр. К примеру, за 10 месяцев этого года в Казахстан въехало 5 миллионов 600 тысяч иностранных граждан. Но в то же время выехало на 300 тысяч меньше. Это 5 миллионов 300 тысяч человек. Из 200 стран мира. Кстати, с начала года на историческую родину вернулись 13 тысяч этнических казахов из Узбекистана, Китая, Монголии и Туркменистана. Еще 9 тысяч иностранных граждан переехали на постоянное жительство в нашу республику. При этом, как отметил министр труда и соцзащиты, ежегодно Казахстан в среднем покидают около 20 тысяч наших граждан. Предлагаю послушать этот момент. За последние 5 лет, к сожалению, у нас сальдо миграции отрицательное. Где-то в среднем 20 тысяч человек. В 2018 году это было 29 тысяч человек. То есть это разница между выехавшими и прибывшими. В основном из Казахстана выезжают люди в страны СНГ. Это 96%. И из них 89% это в России. Почему выезжают? Основные причины это возвращение на историческую родину. Это вопросы получения образования и дальнейшего трудоустройства. Это выезжают люди в поисках лучшей жизни, лучшего качества жизни, больших заработках. Это уже больше в Соединенных Штатах и Европах. Между тем, наша страна, как более стабильное и развитое государство, привлекательна для граждан соседних стран, таких как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Кстати, здесь присутствовал глава Международной организации миграции в Центральной Азии Зейнал Гаджиев. Мы решили поинтересоваться у него, какую угрозу в плане миграционной безопасности представляет собой вывод американских войск из Афганистана. И вот что он ответил. Естественно, это повлечется в определенные последствия. Это будут. Это в многом зависит, как будет развиваться ситуация в самом Афганистане. Безопасность. Если ухудшится ситуация по безопасности, естественно, это будет дополнительно больше мигрантов, вынужденных мигрантов. Есть другой риск в последнее время, очень широко обсуждается. Также возможна инфляция экстремистских групп. Это вопрос тоже очень серьезный и беспокоит многие страны. И, наверное, на это есть основания. И недавние события, которые произошли на границе Таджикистана и Узбекистана, тому пример. Мадин, отмечу, что на данный момент в Мажелесе рассматривается законопроект по регулированию миграционных процессов. У меня на этом вся информация. Спасибо, Фариза. Ну а в Казахстане создали сервис, позволяющий банкам проверять статус плательщиков единого совокупного платежа для выдачи кредитов. Как сообщили в Первом кредитном бюро, чем больше финансовые организации получают информации об официальных источниках доходов казахстанцев, тем больше возможностей могут им предложить. За счет возможности открыто подтвердить свои доходы, платежеспособность этой категории граждан повышается. Ну а значит и повышаются шансы получить заем или увеличить его сумму. По данным бюро, сегодня в стране более 240 тысяч плательщиков ЕСП. Ну и благодаря новому сервису, каждый из них при необходимости получения займа может подтвердить свои доходы. Напомним, единый совокупный платеж, как новый вид налогового режима, был введен в Казахстане с начала этого года для самозанятых граждан. Оплата ЕСП производится на добровольной основе. Власти Франции, Германии и Великобритании заявили, что в Иране разрабатывают баллистические ракеты. И развитие ядерной программы идет вразрез с резолюции Совета безопасности ООН. Об этом указано в письме генсеку организации Антонио Гутерришу. Аналитики Бломберг изучили этот документ. Послы трех европейских стран призвали генсека ООН Антонио Гутеррише уведомить Совбез о разработке Ираном баллистического оружия. В письме, направленном главе организации, приводятся кадры, опубликованные в социальных сетях в апреле этого года. На них запечатлен новый вариант баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3». В документе говорится, что техника используется для испытаний и технически способна создавать ядерное оружие. Европейские дипломаты также отметили, что в докладе Международного агентства по атомной энергии за 2015 год уже сообщалось о подробных иранских исследованиях по вооружению «Шахаб-3» ядерной боеголовкой. Ранее представители администрации Дональда Трампа тоже высказывались о возможной разработке ядерного оружия в Иране. Но Тегеран это отрицает. Напомним, Вашингтон вышел из иранского ядерного соглашения в мае прошлого года. Документ в 2015 году заключили шесть участников с целью сдерживания ядерных амбиций Тегерана. На сегодня пакт по-прежнему поддерживает Франция, Великобритания, Россия и Китай. О других новостях в мире расскажет Марьям Лукпанова. Марьян. Спасибо, Мадина. Интересный был сюжет от Bloomberg. Кстати, пока одни беспокоятся о мировой безопасности, другие – о своей репутации. Президент США назвал премьер-министра Канады двуликим после того, как тот якобы подтрунивал над поведением главы Белого дома. Об этом стало известно на фоне саммита НАТО, который завершился накануне в Британии. Журналисты запечатлели на видео разговор канадского премьер-министра с другими лидерами. Правда, на кадрах слышна не вся часть диалога. Так, Джастин Трюдо сказал, я цитирую, «Я видел, как у его команды отвалилась челюсть». Конец цитаты. Предположительно, речь шла о команде Дональда Трампа. После заявления американский президент вылетел обратно в Штаты, не присоединившись к последней пресс-конференции. Он двуликий, хотя Джастин Трюдо хороший парень. Но правда в том, что я указал ему на тот факт, что он не платит 2% расходов на оборону для НАТО. И думаю, что он этому не рад. Между тем, президент Турции изначально грозил выступить против планов обороны стран Балтии, если участники не перечислят курдские формирования в Сирии к террористическим группировкам. Но позже Реджеп Таип Эрдоган все же смягчил свою позицию. В целом, несмотря на некоторые разногласия, глава НАТО заявил, что военный альянс по-прежнему един и в частности уже уладил конфликтный вопрос о плане обороны стран Балтии и Польши. Сегодня мы договорились об утверждении обновленного плана относительно стран Балтии и Польши. Я приветствую это решение, которое демонстрирует, что мы способны двигаться вперед, обновлять и пересматривать наши позиции. Тем временем заместитель генерального секретаря ООН Марк Локок обратился к странам-донорам с призывом предоставить организации 29 миллиардов долларов. Средства нужны на гуманитарную деятельность в следующем году. Предполагается, что в помощи и защите будут нуждаться 168 миллионов человек или каждые 45-й на планете. Это рекордное число за последние десятилетия. Поддержка в основном необходима пострадавшим от инфекционных заболеваний, затяжных конфликтов и природных катаклизмов. Эксперты добавили, что самый серьезный гуманитарный кризис в мире происходит в Йемене. Ну а президент Ирана Хасан Рухани призвал освободить людей, задержанных при протестах. Беспорядки в нескольких городах страны начались пару недель назад, после того, как правительство объявило об ограничении продаж бензина и повышении его цен почти на 300%. Между тем, о количестве погибших в официальных данных не указано. Но по информации организации Amnesty International, жертвами стали минимум 208 человек. Эксперты назвали это самым кровавым событием после Исламской революции в 1979 году. А в демонстрациях власти Ирана обвинили США, Израиль и Саудовскую Аравию. Мы планировали повысить цены на бензин более двух лет назад. Думали осуществить в прошлом году, но время было неподходящим. Потом, когда озвучили планы в ноябре, из-за рубежа начали поступать призывы выходить на улицы. К другим темам. Предприниматели нескольких стран превращают кофе в безотходный бизнес. К примеру, в США компании Макдональдс и Форд используют кофейную шелуху в автомобильных запчастях. В частности, в корпусе фар. Для этого ее смешивают с пластиком. Так компонент становится прочнее. В мировой практике возобновляемые материалы применяют не первый год. С 2011-го для автозапчастей начали использовать отходы пшеницы, помидоры и кокос. Новый материал обладает более высокими тепловыми свойствами. Поэтому, когда лампы авто нагреваются, этот компонент не деформируется. А у нас иногда возникают проблемы с нагревом. Таким образом, кофейная шелуха, смешанная с пластиком, показала себя лучше, чем то, что мы в настоящее время имеем в производстве. Мадин, прочитав эту новость, пришла к выводу, что наша редакция самая, что ни на есть, возобновляемое производство. Да, и уже можно, наша редакция выпивает столько кофе, что можно выпускать покрышки в производственном масштабе. Если что, я в деле, коллеги. Кстати, я не против, но чашка кофе с тебя. Табихат, ближе к делу. Чай, кофе после. С чем пожаловал сегодня? Сегодня речь пойдет о блокчейнах. Скоро технологии блокчейн в Казахстане будут законодательно урегулированы. По словам экспертов, законодательное регулирование – это одно из направлений развития этой технологии в стране. Отвечая на вопрос, почему это необходимо сделать, координатор Ассоциации развития блокчейн в Казахстане Сергей Путра отметил, что в первую очередь стоит вопрос защиты населения от мошеннических проектов. Ну а я знаю, что сейчас в Казахстане реализуются пилотные проекты на основе блокчейн. Это проект Минфина в части администрирования НДС и Инвест Онлайн – мобильное приложение Нацбанка на базе блокчейн. Ну а также правительство для граждан тестирует решение по учету залога имущества – перевод земельного кадастра. Да, Мадина, как в известной рекламе, будущее уже рядом. Оно реально действительно наступило, но блокчейн нужно контролировать, чем сейчас и занимается государство. В настоящее время разрабатывается проект закона о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования цифровых технологий. По словам аналитика холдинга Зердек Камилы Амиржан, вопросы квалификации цифровых активов и регулирования криптовалют также являются актуальными. Это связано не только с тем, что необходимо купировать риски, связанные с оборотом криптовалют и развитием отрасли, но и с необходимостью регулирования отношений между МФЦА, который имеет свой нормативный акт, регулирующий криптобизнес. Ну и кстати о криптовалюте. Человек, который может получить криптовалюту в качестве вознаграждения, должен ли платить налог? И в каком случае можно считать майнинг предпринимательской деятельностью? И вообще можно ли считать получение криптовалюты объектом налогоблажения или нет? Ну на эти вопросы ответил координатор ассоциации блокчейна Мадис Акен. Он говорит, что разработчики предложили следующий подход, что майнинг является не предпринимательской деятельностью, а технологическим процессом. Цифровые активы, то есть криптовалюты, полученные в процессе майнинга, не являются объектом налогоблажения. Но когда криптовалюта была обменена на реальные деньги, то они уже являются объектом налогоблажения. Вот так, Мадина, это самая топовая новость на сегодня в InBusiness. Возвращаю слово тебе.